Когда начинаем разговаривать с американцами, я сразу же говорю, у нас с вами не получится разговора, если он будет идти в плоскости нашего выбора между Востоком и Западом. Это наша позиция, мы сами будем определять, каковы будут у нас отношения с Россией, Китаем с одной стороны, Евросоюзом, Америкой с другой. Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных, и наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично даже заявляли, мы перед Беларусью не ставим вопрос выбора или-или. Нет, мы хотим использовать Беларусь во благо мира, спокойствия в Восточной Европе, в Европе вообще, и мы хотим видеть Беларусь суверенной и независимой. Ну, слушайте, нам нравится такая позиция Соединенных Штатов Америки, мы ее приветствуем. Почему мы с ними ведем диалог? Ну, тоже вам понятно, это крупнейшая страна, влияет на все процессы в мире. Почему мы с ними должны иметь плохие отношения? Ни в коем случае. И это, ну, если вызывает, допустим, у наших восточных соседей некую озабоченность. Ну, мы им задаем вопрос, а у вас какая озабоченность по поводу нашего диалога, допустим, с европейцами? Ну, какая? В основе лежит экономика и торгово-экономические отношения. Почему-то должно кого-то напрягать в России. Мы же не дружим с Америкой против России. Это исключено. Наши отношения Беларуси и Украины, поверьте мне, зависят только от нас. Только. Да, мы будем оглядываться и на Россию, и на американцев. Ну, такова политика. Мы будем оглядываться. Но не значит, что мы будем так уж зависимы. И смею вам рискнуть заявить, что чем теснее будут отношения, тем больше этому будет противодействия. Никому не нужны наши отношения самые близкие, самые тесные. Ни там, ни там. Почему разбомбили Югославию? И вообще, зачем на клочки поделили эту страну? Ну, зачем? Кому это выгодно? Легче управляться. Подумайте, кому выгодно то, чтобы Украина не была Украиной. Ну, у нас разные отношения с Россией. У вас одни, у нас другие. Я понимаю, почему у вас такие отношения. Почему у нас такие отношения, я уже сказал. Мы полностью получаем жизненно необходимые для нас товары из Российской Федерации. Особенно углеводороды. Во-вторых, вы знаете, я закоренелый советский человек и историк. Я очень хорошо знаю историю наших взаимоотношений. Но мы всегда были вместе. У нас все переплетено, как Украина, Беларусь, а еще больше Россия, Беларусь на уровне семейных, межгосударственных отношений. У нас экономика наша очень зависима от Российской Федерации. Кооперация очень тесная. Ну, куда ни кинь, везде теснейшие связи. Я не мог их тогда разорвать. Тем более, еще раз подчеркиваю, мы провели референдум в стране о взаимоотношении России и Беларуси. У нас нет границ. Бывает там на пересечении административной границы проблемы, вы их знаете, с поставками наших товаров в Российскую Федерацию всегда непросто. И это не только уровень межгосударственных отношений, а та степень коррупции, которая присуща чиновникам Российской Федерации. Я об этом откровенно говорю президенту России, с которым мы очень дружны. И вообще у меня нет никаких проблем в отношении президента Беларуси, президента России. Вообще просто никаких проблем. У нас очень добрые отношения. Хотя хватает и других проблем, которые надо решать. Ну, и с Украиной у нас есть проблемы. Слава Богу, вот за этот краткий период нахождения власти нового президента, ну, мы как-то двигаемся, обсуждаем. И даже, ну, те негативные моменты, которые могли бы наступить, они не наступили благодаря одному телефонному разговору двух президентов. Но это обнадеживает. То, что я годами не мог, договорившись с прежним президентом, решить, я надеюсь, что мы сможем решать эти проблемы.